Иногда живете как в кино? Хотите поговорить об этом? Анализируем это с нашим психологом Анной Лепихиной. Ваши вопросы и жизненные истории в нашей группе ВКонтакте. Спокойно, это Утро 54. Ну и что, как всегда, у нас в студии Анна Лепихина. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Здравствуйте. Разбираем мы сегодня такую тему, что дети сбегают из дома. Да, лето как раз, сезон. Все-таки да, я права. А почему так? Я зимой сбегал. Наверное, потому что тепло. Зимой как-то, знаешь, не всем комфортно убегать. Зимой выжить сложнее. Нет, это понятно. Но я так к бабушке поехал. К бабушке это вообще нормальный вариант. Это прям хорошо. Но тем не менее, всех перепугал. Тогда не было телефонов никаких мобильных. И городской это было не у всех. И, соответственно, бабушки тоже его не было. И у нас его не было. А сколько лет тебе было? Я не помню. Это класс второй, может быть, третий. Но если мы говорим о причинах, я расскажу. Я не хотел учиться. Соответственно, меня за это ругали. Ремни давали и так далее. В общем, я сказал, что я уйду. Мне сказали, ну, не сказать, что дорога. И я, собственно, воспользовался этим и уехал, ничего не сказав. Вот бабушке, конечно, собрал, что у нас каникулы в школе. Потом, конечно, влетела. Да. Все-таки, мне кажется, надо определенный какой-то склад характера иметь, чтобы решиться на такой шаг. Потому что многие ссорятся с родителями, недопонимание и все такое. Но я максимум, что могла сделать, уйти утром, прийти вечером. Ну, кушать хочется, спать в постельке и все такое. То есть у меня не было вот этой вот настолько категоричности. Какие-то лайт-версии. Да и пугает их сильно. Все-таки оставалось вот это ощущение, что я понимала, насколько им будет тяжело переживать вот это незнание где. У нас в школе пацан на поезд сел. И вот он с милицией, собака с милицией приезжала, понимаете. Ничего себе. Да, да, да. Ну, да, ну, ты знаешь, мне кажется, здесь, конечно, да, искал характер и может играть свою роль. Ну, и еще очень-очень много факторов, насколько невыносима ситуация у ребенка. Вот вообще дети сбегают. Давай начнем с того, зачем они это делают. Да, да. Есть же в этом какая-то потребность. То есть каждое поведение, оно говорит о том, что что-то человеку нужно, какая-то потребность у него не удовлетворена. И подростки, давайте будем все-таки немножечко ограничимся, да, по вот этим возрастам. Ну, вот 9-летнего мальчика искали недавно. Ну, вот я так вот фантазирую, что все-таки это больше про, если вот младшие совсем дети, какие-то неблагополучные совсем истории. Ну, совсем маленькие дети, то есть до подросткового возраста убегают не так часто. То есть они теряются, их могут там увезти, вот что-то такое, чтобы они вот прям убежали. В компанию могут попасть, за компанию уйти куда-то. Да, с какими-то более старшими, потому что они там более доверенные. Но все-таки основной контингент это подростки. То есть это вот 10+, там 12 лет, 12-15, самый такой пик, пиковый возраст. И что может этими детьми двигать? То есть чего хотят вообще подростки? Они хотят самостоятельности, они хотят уважения к себе, совершенно точно. Они хотят большей свободы для себя. Кто-то хочет статуса среди сверстников, когда аж с собакой его искали. Я думаю, он был прям там герой, да, потом среди всех. Ну да, да. Среди всех. Да, то есть есть какие-то фантазийные представления о приключениях. То есть человек может грезить там какими-то большими путешествиями, большими свершениями. Конечно, тем более мы все читали Тома Сойера, который с деки Берифином своим сменил. Да, 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 да. Они там где-то гуляли все. То есть уже был какой-то... Потом вы пожалеете, да. Вот вы будете это самое, да, еще раз. Ну вот. Какой еще может быть мотив? Может быть мотив безопасности. Очень важный. Это в том случае, если дома небезопасно. Если там пилют-бьют, какое-то физическое насилие там происходит. Тогда дети могут уходить навсегда, бродяжничать, потому что очень страшно возвращаться домой. Бывает, как причина, это серьезные какие-то заболевания психические. Они случаются, ведут к побегам. Ну вот эту вот историю болезни мы не будем брать. Мы будем брать, да, у здоровья. То есть в рамках психологии, да, именно не в психиатрии. Да, да, да. В психиатрию мы не пойдем. Это не мое поле. И родители таких детей, как правило, знают, что там у детей есть определенные проблемы. Вот. То есть чего дети хотят? Дети хотят свободы, уважения, безопасности, статуса, сильных эмоций. И что у них еще самое главное у подростков? Интимное личностное общение со сверстниками. Это может быть любовь, это может быть компания. Это может быть какое-то чувство совместности, принадлежность к группе. И вот все это еще вместе пережить, это, конечно, для них прям круто и вау. И что делают родители такого? Вот какое родительское поведение, оно может спровоцировать, а какое помогает предотвратить вот это все? Давайте вот про это поговорим. Сразу после рекламы. Окей. Итак, почему дети уходят из дома, сбегают? Мы вот эту тему разбираемся у нас с Аней Лепихиной. И остановились на том, что такие действия могут спровоцировать. Спровоцировать, да, побег. Очень часто самая такая база, это поведение родителей в конфликте. Что они делают, когда они ссорятся между собой, если папа хлопает дверью и уходит. Ребенок каждый раз вот это видит. Если в семье не принято предупреждать, где я, когда я вернусь, и так далее, и тому подобное. И, допустим, мама возвращается под утро, папа на нее набрасывается с криками, где ты была, она ему в ответ говорит, да какое твое дело, у ребенка такой стереотип, он тоже вполне себе находит свое отражение, такой стереотип поведения. И если его игнорируют, то есть родители могут резко прервать контакт, я не буду с тобой разговаривать, я все, замолчи, становится холодным и так далее, то для него это становится вообще определенной нормой. В случае конфликтной ситуации замолчи и уходи. Второй момент, который тоже является очень провокативным, это когда родители часто говорят, что пока ты живешь в моем доме, вот когда ты будешь жить отдельно, тогда, значит, будешь делать, что тебе хочется. И когда не нравится, уходи. И когда ты уже вырастешь и от нас съедешь. И вот это вот, то, про что ты вначале рассказывал, да, я сказала, я уйду из дома, тебе сказали, ну, вы катись, да, ну, пошел, вот так. То есть складывается такой стереотип, что когда я буду, вот стоит уйти из дома, и там счастье, все, там я делаю все, что хочу, там вся моя свобода, вот все это делается там. И вот, как ни парадоксально, что сильная опека, она приводит, когда родители передавливают, приводит к таким спецэффектам, что полное упустительство, такое вот безразличие, когда ребенку не ставят за границей, в семье нет определенных там правил, как следует поступать, как не следует поступать. Она тоже приводит к таким последствиям, потому что ребенок не прогнозирует последствия своих действий. К чему надо быть внимательным очень родителям? К новым друзьям. Не стоит запрещать с ними общаться, стоит выяснять, почему тебе нравится тот или иной человек. Очень хорошо, если вы можете позволить своему ребенку общаться со своими друзьями, со своим любимым человеком дома. Запрет общаться дома очень часто гонит детей на улицу. Очень хорошо, если вы в курсе того, что происходит в школе. Бывает, дети бегут от школьной травли. От каких-то тяжелых вот таких вот ситуаций, когда что-то с ними произошло, им стыдно, страшно, больно сказать про это родителям. И мы переходим сразу к моменту, что делать для профилактики. Ну, конечно, самое главное, чтобы был контакт с ребенком. Мы вот про это говорим. Постоянно надо. Постоянно, да. Чтобы для ребенка было безопасно рассказать о каких-то своих прегрешениях и не быть страшно как-то отвергнутым, наказанным и так далее. Ему стоит транслировать. Вот я уже, по-моему, приводила пример, как папа сказал девочке одной, что ты мне можешь позвонить в любое время суток, откуда угодно, я приеду, заберу тебя, не задавая вопросов. Вот это вот тот посыл, который стоит давать подросткам. Если он начинает бунтовать по поводу того, что ему не хватает свободы, не хватает денег, не хватает личного времени, это вопрос переговоров. Аргумент, я мать, я так сказала, ты живешь в моем доме, в этом возрасте уже не работает. То есть с ребятишками, с ними стоит договариваться о степени свободы, о степени ответственности. Если ребенок когда-то говорит вам, что я вообще уйду из дома, я не хочу с вами жить, то стоит к этому отнестись внимательно и с ним сесть поговорить. Ну, окей, хорошо, я понимаю, наверное, тебе непросто быть таким зависимым. Как ты это себе видишь? Где ты будешь спать? Что ты будешь есть? А как с учебой? А как твое будущее? Вот когда ты сможешь сам себя как-то обеспечивать, я тебя отпущу с легким сердцем. Давай подумаем, как тебе сделать сейчас здесь покомфортнее. И вот, кстати, вариант с бабушками, тетями, друзьями, он гораздо более такой легкий. Если вдруг атмосфера в семье сильно накаленная, очень классно, если у ребенка есть какое-то безопасное место, куда он может уйти, подросток. И с ним можно договориться, что да, тебе совсем тяжело, ты можешь уйти пожить у бабушки, можешь пожить у бабушки, можешь пожить у тети, да. Но только, пожалуйста, предупреди меня. Мы с тобой друг друга любим, вот не будем создавать лишнего страдания, потому что один из таких мотивов, который детьми движет, это месть. Пусть они почувствуют, наконец-то, что я им нужен. Они вот так вот ведут себя, как будто я им не нужен, мне больно, я отомщу. Пусть они почувствуют тоже боль и поймут, что я им нужен. А вот сейчас у меня мысль возникла. Может, заблуждаюсь, может, ноги не оттуда растут. Вот как элемент шантажа же тоже могут дети использовать это. То есть добиться своего, например. То есть вот ты сейчас сказала про месть, а вот здесь немножко другая. Манипуляция. 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 Ну вот это вот как раз я затронула эту тему, когда попустительство, когда нет границ таких у ребенка очерченных, когда он совершенно точно привык получать все, то, чего он хочет. И ему не ставят какие-то уверенные, понимаешь, правила непоследовательные. Наказания не применяются. Либо они какие-то вот абсурдные. Сегодня я дал тебе денег, завтра я тебе за то же самое дал по копию. Понимаешь, непоследовательность. Тогда ребенок что привыкает делать? Он понимает, что, например, он может устроить истерику, он может поругаться и получить свое. То есть что свое можно получать каким-то психологическим давлением на родителей. Идеальная родительская позиция – спокойная, любящая, надежная и устойчивая. Мы с тобой можем вести переговоры, мы можем с тобой договариваться, но от того, что ты будешь кричать и топать ногами, моя позиция относительно правила, она не изменится. Я соглашаюсь, я понимаю, что ты там недоволен, но если мы договорились, что тебе нельзя пить водку дома, значит, ты не будешь этого делать. Понимаешь? Ну, мы вот про договоренности, правила и наказание тоже хотели как-то сделать эфир, я думаю, можно про это. Я хотела бы, вот пока есть еще пару минуточек, да, сказать? Да, да. Хотела бы вот еще о чем сказать, что следует делать, если вдруг вы обнаружили, что все, ребенка-то нет, да, он ушел. Первая реакция, она шоковая, как правило. И находятся часто такие доброжелатели, которые говорят, да погуляет, вернется, да ничего страшного не будет. Вот не факт, что не будет. Город и подросток – это довольно опасное сочетание. И, конечно, 90% случаев они разрешаются благополучно, но вот остается еще определенный процент. Поэтому я рекомендую тут же обзванивать знакомых, родственников, обратиться к волонтерам. Есть хорошая организация, там, из-за «Алерт», да, по-моему, «Доброспас» есть в Новосибирске. Там специалисты работают уже с отработанными схемами, с хорошими, и они утверждают, что чем раньше начать поиски ребенка, тем лучше. Чего совершенно точно они рекомендуют, они делать, это когда вы опрашиваете родственников и особенно друзей, говорить, сильно эмоционировать и говорить, что, блин, вот засранец найдется, убью. На эмоциях, да, многие говорят. На эмоциях многие такое говорят, а подростки, подружбе, они могут даже знать, где находится беглец, передать, это усугубит ситуацию. Поэтому лучше говорить, я страшно волнуюсь, мне очень там больно, плохо. Только бы нашелся живой, все прощу, обо всем договоримся, пойдем к семейному психологу, все будет совсем иначе. Если ты знаешь, где он есть, позабудься о его безопасности, пусть он хотя бы как-то обозначится. Вот это вот очень важно. И когда приходит, последний момент, когда пришел, не стоит стоять там истуканом на себя, давить улыбку, там, ура, наконец-то, ты пришел, как я рада, и так далее. Эмоций будет очень много, поэтому здесь можно сказать, ты знаешь, я так испугалась, сейчас я буду прямо вестись, я как невменяемый человек, я очень тебя люблю, я очень боюсь, это было страшно, безответственно. Но, естественно, не таким голосом, как у меня сейчас. Там будут свои чувства, свои эмоции. И договариваться о том, что все-таки мы с тобой все это обсудим, как ты решим. Это очень сильный симптом какого-то неблагополучия в отношениях, либо в семье. И вот, кстати, еще один момент, про который мы не поговорили, но стоило бы, что как дети реагируют на семейные проблемы. Иногда дети убегают, если в семье развод, новые члены семьи, сильные скандалы, что-то еще. Это может быть реакция на какую-то сложную семейную ситуацию. Любите друг друга, чтобы дети это видели и не избегали. Спасибо, Аня. Спасибо. Как всегда, полезно, информативно.